Мастер и Маргарита В феврале 1956 года состоялся 20-й съезд КПСС На этом съезде был, как известно, развенчан культ личности Иосифа Сталина Однако не только этим запомнился современником партийный форум в Москве Было заявлено о возврате к так называемым Ленинским принципам политики мирного сосуществования Советский Союз предлагал остальному миру новые правила игры Внешняя политика времен Никиты Хрущева У нас в гостях историки Любовь Можаева и Алексей Раков Здравствуйте Здравствуйте Любовь Можаева окончила факультет архивного дела Московского государственного историко-архивного института Кандидат исторических наук Доцент кафедры истории России новейшего времени Российского государственного гуманитарного университета Автор работ по социально-политической и антропологической истории России В том числе очерки антибольшевистской миграции 20-40-х годов И российская миграция и Вторая мировая война Алексей Раков Вопустник исторического факультета Челябинского государственного университета Кандидат исторических наук Старший преподаватель кафедры истории России новейшего времени Факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Автор книг и публикации по социально-экономической истории советского общества И истории репрессий В том числе о социальном портрете раскулаченных крестьян Южного Урала Культ личности — это внутреннее дело? Или это то явление, которое непосредственно влияло И было, так сказать, связано непосредственным образом? Может быть, даже это один из мифов, который мы сейчас получили в наследство Что это не имеет отношения Всегда очень двойственное отношение Да, собственно, 20-й съезд — это, с одной стороны, внутреннее дело Понятно, по каким причинам Потому что есть сталинизация, те процессы, которые проходили внутри страны А с другой стороны, мы также можем всегда отметить и огромное значение для внешней политики 20-го съезда Это и влияние десталинизации на отношения со странами социалистического лагеря Это и влияние десталинизации в более широком смысле на всю внешнюю политику Как некоторая оттепель в международных отношениях И как это преломлялось через фигуру Хрущева Вот мы говорим такие термины — либерализация внешней политики, десталинизация Но это абстрактные понятия, в общем, конкретно надо их расшифровывать Ну, это, конечно, понятие нашего, так сказать, современного периода Мы ими оперируем, потому что уже, так сказать, привыкли к этому И вкладываем в это определенный смысл Но я думаю, что они не случайны Потому что раз десталинизация, значит, можно говорить о некой сталинизации внешнеполитической линии И это действительно было в послевоенный период Еще при последних годах жизни Сталина Ведь дело в том, что сама Вторая мировая война Она обозначила коренные изменения в мире вообще Вообще ведь 20-й век — это век существования политических блоков И в начале века, и особенно вот в канун Второй мировой войны Многое было реанимировано вплоть до персонального состава этих блоков И победа Советского Союза, она обозначила, во-первых, биполярный мир Изменения, кстати, коренной изменения в капиталистическом мире Соединенные Штаты Америки стали играть первую скрипку И в этом плане они оттеснили Британию И очень многие, не говоря о самой Британии, с этим, так сказать, были не согласны Потому что это было завязано на внутреннюю политику многих государств Многих вопросов, которые решались в сфере внешней политики И поэтому всем странам после Второй мировой войны Нужно было закрепить свое положение, свое влияние В тех районах, которые, так сказать, им не принадлежали Но были, так сказать, под их непосредственным влиянием И Советскому Союзу это тоже нужно было Потому что был создан уже Красный Пояс Уже в процессе создания закрепления находился так называемый Красный Политический Блок Это было такое время После окончания Второй мировой войны На территориях, освобожденных от фашистского господства При помощи Красной Армии Был создан так называемый Красный Пояс В него вошли Польша, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Болгария Эти страны были своеобразным санитарным кордоном против Запада Внешнеполитическая парадигма, она в значительной степени изменилась Это связано с образом врага в годы Второй мировой войны И после Второй мировой войны Так называемая оттепель в международных отношениях Она была характерным явлением, недолгим Но она была в послевоенное время И Советский Союз, так же, как другие государства Там Англия, Франция, которые стремились К закреплению своего положения в колониях К сохранению своих колоний Советский Союз стремился укрепить свое геополитическое положение Прежде всего, сохранить и усилить влияние В тех странах, которые были ему близки Странах народной демократии И в этом смысле вставал вопрос о том Вообще о войнах во внешней политике Ведь традиционно мыслили, что война – это двигатель революции Двигатель революции И Первая мировая война, она вот сдетонировала этот взрыв Вторая мировая война И особенно тот характер вооружений, который мы получили в конце Второй мировой войны Мир, мы, я имею ввиду мир, не Советский Союз Он говорил о том, что если грянет какая-то война То, как Маленков говорил, это чревато гибелью цивилизации И это многие понимали в советском руководстве Другое дело, что советское руководство И при жизни Сталина, и даже после его смерти Оно в этом смысле подходов внешнеполитической линии Было не единым И вот Сталин же в 52-м году, собственно, стремясь закрепить свое Я имею ввиду Советского Союза Положение, в частности, на территории Германии, в ГДР Он же навязал эту концепцию ускоренного продвижения ГДР к социализму Германскому руководству И германское руководство следовало этому И как только в 53-м году там начались волнения Внутренние волнения То советское руководство А это были первые месяцы после смерти Сталина Ведь, собственно, когда советское руководство заговорило О критике культа личности Это не могло не аукнуться в мире Это не только внутренняя проблема Потому что все страны, которые были близки к Советскому Союзу Они стали думать А что такое Сталин? А Сталин – это модель советского социализма А что насаждается в наших странах? И к чему призывают? К реализации советской модели социализма А как это? И вот тогда стали думать и соотносить И выяснилось, что проблем-то очень много И нужно это менять, нужно это менять, от этого отказываться То есть стал вообще вопрос об отношении к советской модели социализма А как следствие и об отношении к Советскому Союзу 20-й съезд, вот решение этого 20-го съезда Конечно, напрямую и в значительной степени он касается кровно Жителей Советского Союза, коммунистов Советского Союза Но там сделаны масштабные выводы о новых реалиях современной эпохи Которые тоже, кстати, отражали борьбу внутри советского руководства А насколько радикально представлялись эти шаги Вот, глядя из-за границы? Потому что, вы знаете, что в нашей стране часто вот эти вот шарахания Они ничего хорошего не приводят И резкие развороты приводят к потере и к ущербу Вообще, необходимость какой-то институциализации статус-кво существующего положения С которой столкнулся Советский Союз И которая частично была решена 20-м съездом посредством десталинизации Она, конечно, имела огромный резонанс И с точки зрения третьей стороны, которая наблюдала за тем, что происходило Резонанс этот был действительно огромным И затронуло очень много сфер взаимодействия между СССР и другими странами Понятно почему? Потому что сталинизм – это один из путей взаимодействия Это один из путей построения социализма Это то, что было образцом до недавнего времени И вдруг этот образец оказался с точки зрения самих же советских руководителей По каким-то причинам недействительным То есть возникла необходимость коренной перестройки Перестройки отношений Было непонятно, что последует за этим Более понятным было то, что последует во внутренней политике Во внутренней политике отказ от сталинизма, десталинизация Явление более явное, чем, скажем так, во внешней политике Потому что во внешней политике это более оттепель Что такое десталинизация во внешней политике? Вот вопрос Схема принятия решений, возникновения дискуссионности В обсуждении межполитических проблем С моей точки зрения инерция, которая осталась от того, когда Сталин принимал решение неналично Она некоторое время сохранялась Примерно до 1958 года Когда Хрущев, вот почему его обвиняют в волонтаризме Когда он часто принимал решения сам С огромной энергией, сам же на них настаивал И ему, в общем, почти не возражали Вот это та инерция, которая, возможно, осталась как раз от сталинского времени Когда никто не мог возражать вождю Вроде как время сменилось, да, десталинизация Но возражать некоторое время не могли Я бы даже шире вот эту проблему поставила Шире бы поставила Мне кажется, что десталинизация во внешней политике В значительной степени характеризует подходы Советского Союза К вопросу о том, возможно ли руководством стран народной демократии Самим определять свои пути дальнейшего развития Куда идти? Даже если они политически близки к Советскому Союзу К социализму, в дальнейшем к коммунизму Но как? И не случайно Ведь на 20 съезде Собственно, тоже была поставлена задача Перед деятелями коммунистических партий Стран народной демократии Осмыслить культ личности Сталина И начать десталинизацию в своих странах И вот тогда-то задумались А собственно, как мы будем выбирать вот эти вот пути дальнейшего развития По указке из Советского Союза Или сами? И между прочим, в первые месяцы после 20 съезда В ЦК КПСС стали анализировать ситуацию в странах народной демократии Вот по этому вопросу Что они делают? Как они вообще там мыслят? Обсуждают ли эти вопросы? И вот первая страна, которой они обратили внимание Болгария И вот они обратили внимание на то Что в Болгарии-то, собственно Как-то долгое время Ну, по каким причинам Это даже не обсуждалось Они констатировали факт Член ЦК КПСС Что этих вопросов не обсуждалось Этих вопросов не обсуждалось А между тем ГДР Польша Венгрия Они четко Венгрия, да Они, во-первых, поставили вопрос Вопрос о том А кто их собственные руководители И вот в Польше, например, задумались О тех оценках Которые относились к Владиславу Гамулке Его ведь в правом уклоне Да, он был репрессирован Да, упрекали Он был репрессирован И стали раздаваться голоса О необходимости реабилитации Гамулки Введение его в новое руководство Польской Миноборабочей партии Вот, Советский Союз Тоже никак не мог остаться в стороне От этих проблем Он тоже должен был реагировать И вот эти первые шаги Которые начались в ГДР В Польше А в Познании начались выступления Трудящихся О Венгрии тоже задумались Ракоши, который возглавлял Венгерскую партию труда Партийный руководитель Венгрии Он был, так сказать, весьма близок К просталинскому руководству Но был им Ренать Руководитель правительства Который осуществлял реформы Ну, несколько другого В смысле политического Плана, да Нежели в Советском Союзе Вот И там была борьба между партийным И руководством И руководством правительства Важно сказать, что эта борьба Она была в некоторой степени Спровоцирована как раз Советским Союзом Который надавил на Венгерское руководство С тем, чтобы им Ренать Был введен в правительство Поскольку полагали, что Надя будет легче контролировать С одной стороны В русле десталинизации Поскольку он более либеральный С другой стороны Поскольку были сведения Что он был агентом НКВД Ну, да Он, кстати, погиб потом Во время событий Всего года был Звездки убит Такая информация была Но там ведь тоже не все так просто Сначала Центральный комитет партии Направляет Суслова В Будапешт И Суслов делает выводы О том, что положение Ракоша и его позиции Признаются всем народом Вот И все спокойно Все хорошо Но, очевидно, у Хрущева Были основания Этому не особенно доверять Хотя Суслов Непосредственно Не принадлежал К Яро такой Сталинской Группе Ну, во всяком случае Хрущеву были Кроме Суслова Как партийная Система сбора информации Так еще и Работала разведка Вторая разведка Дипломатия Они Были спокойно И давали данные Плюс они знали О той активности Которую Развивали американцы Ну, наши оппоненты Скажем так В странах Восточной демократии Безусловно, из посольства Венберского Шли весьма объективные Сообщения О положении В стране И Поэтому он посылает туда Микояна Хрущев Он посылает Микояна И Микоян Привозит другие средние Это начало Это 1953 год Это первые шаги Еще после смерти Сталина Это до 20-го съезда Я это говорю к тому Что вот эти все проблемы Которые обозначились Сразу после смерти Сталина Они заставили задуматься Все советское руководство И с точки зрения теоретической И с точки зрения практической Взаимоотношений Со странами А. Капиталистического мира Б. Странами народной демократии А потом ведь После Второй мировой войны Очень оживилась Борьба в колониальных странах Страну третьего мира Термин Мао Цзэдуна Но тем не менее Он очень, так сказать Четко характеризует Действительно Третий мир И поэтому нужно было Вырабатывать свое отношение И 20-й съезд Конечно, он не мог не затронуть Эти проблемы Хотя решения 20-го съезда Они четко связаны С решениями последующего 21-го И главным образом 22-го съезда Когда была принята Программа Программа построения Материально-технической базы Коммунизма Где дается Характеристика Современной эпохи Современная эпоха Характеризуется Как эпоха Торжества социализма Выхода его За рамки одной страны И с тенденцией Всемирного торжества Социализма И постепенного перехода К коммунизму И вот на протяжении Времени От 20-го съезда К 22-му Ставится И даже Интерпретируется Решение вопроса О том А как вообще Коммунизм-то Мы построим Одна страна Как в свое время Социализм строили Или Вместе со странами Народной демократии И делается вывод о том Что Вот в стадии Коммунистического развития К коммунизму Все страны Близкие По духу И политической системе Они придут Одновременно А значит Это что Это хозяйственное сотрудничество А страны Это очень разные В экономическом отношении В уровне экономического отношения Значит встает Проблема интеграции Тогда ведь Была поставлена Проблема интеграции В 50-е годы Вот здесь В середине 50-х годов В ходе визитов Хрущева В различные страны Встала Проблема Специализации Хозяйственной Уже тогда На это обратили внимание Здесь хотелось бы проследить Насколько в реальности Притворялись Вот эти декларации О том Что война Это не наш метод И это не то средство Которым мы будем пользоваться Для достижения наших целей Ведь несмотря на то Что говоря о внешней политике Мы или так иначе Говорим о более обширном периоде Холодной войны В которой участвовал СССР Мы так или иначе Смотрим и на горячие точки На карте этой холодной войны Это всевозможные кризисы Это собственно и локальные войны Например та же Корейская война Вот И здесь очень важно Как раз нам Для нас рассмотреть Насколько притворялись в жизни Эти идеи О том Что война Более не наш метод Здесь надо понимать Что с одной стороны Есть доктрина сдерживания Как ее позже назвали Тогда Мудно было Словосчитание Ракетно-ядерный щит Который нужно было ковать Да Хочешь мира Готовься к войне Восьмой укрепления До обороноспособности А это откуда идет От того Что мир В политическом отношении Он разделен Это вот блоковая система Противостояния Это блоковая система Противостояния И кстати Эта проблема Она важна была Не только для красного Так сказать Блока Для социалистического Блока Она была важна И для противоположного Блока Далес Например Как Публично он заявлял Что Внешняя политика Это Дело конечно Очень сложное Это очень сложное Это очень сложное И Если хочешь Бороться За свое То нужно ходить По краю бездны И смотреть в эту бездну И вот в этом смысле Мне представляется Что действия Стран Ну в частности Соединенных Штатов Америки И Советского Союза Ну вот если Конкретно Брать В условиях Карибского кризиса То они Так сказать Абсолютно Повторяли друг друга Абсолютно Повторяли друг друга При том Что руководство Соединенных Штатов Америки И руководство Советского Союза Как вы совершенно Справедливо сказали Прекрасно понимали Что война Это Не тот метод Которым нужно Решать проблемы В условиях Ядерного оружия Здесь важно было понять Что ядерное оружие Которое Имелось к тому времени Уже и у США И у СССР Было фактором сдерживания А не фактором Оно было конечно Фактором реал политик Реальной внешней политики Но тем не менее Оно было фактором сдерживания А не фактором реального оружия Которое можно было использовать И Карибский кризис Один из уроков Карибского кризиса Когда заключался в том Что ядерное оружие Фактор сдерживания Вот когда Была вот эта Очень тонкая грань По которой обе страны Прошли Ну скажем Очень яркий факт который позволяет судить, насколько близко подошел тогда мир к ядерному коллапсу, это оборонная готовность Соединенных Штатов Америки. У них было 5 позиций для определения боевой готовности, максимальные это единицы. Так вот, единственный раз в истории Соединенных Штатов тогда оборонная готовность была на двойке. То есть, это мобилизация абсолютно всех сил, и на двойке она была для стратегических авиационных сил. Скажем так, когда были теракты 11 сентября, это только третья готовность. Первой не было никогда, кроме учебной. И вот это дает понять, насколько близко тогда подошел мир к этой катастрофе. Потому что надо понимать, что когда мы, кстати, говорили о группах влияния, в советском руководстве были ведь свои группы влияния, и у американского президента были свои лобби-группы, были военные, был Пентагон, который давил и который настаивал на том, что Кубу надо уничтожить, нужно забросить десант, как минимум забросить десант, а как максимум, вы понимаете, чем это грозило. И как раз важным было осознание того, что ядерное оружие ни при каких обстоятельствах не может быть применено. Из воспоминаний современников, помощников Хрущева видно, что Хрущев, ну, во-первых, по-разному, конечно, относился к Эйзенхауэру, и очень менялось его отношение к Кеннеди, когда был избран Кеннеди. И вот когда избрали Кеннеди, Хрущев сначала возлагал на него очень большие надежды, как на молодого, так сказать, очень трезво мыслящего политика. Но однажды он сказал, вот вспоминают его помощники, такую фразу, Эйзенхауэр, он масштабнее. Здесь много будет проблем. И не случайно в 61-м году, когда намечалась встреча в Париже, консультации Кеннеди и Хрущева в Париже, эта встреча сорвалась. Она сорвалась по конкретным... Полёту-2. Да, полёт самолёта У-2, когда Кеннеди не захотел извиниться за... за то, что был послан этот бомбардировщик. Но затем выяснилось, и вот в чём, собственно, вершина взаимоотношений противостоящих этих государств, главных государств противостоящих в мире, в том, что они нашли общий язык в период Карибского кризиса. Ну, это совершенно верно. Вы же сказали, что менялось отношение самого Хрущева к Кеннеди. Если на первом этапе, во время первых встреч в 59-м году, у него ещё была иллюзия того, что он может поддавить своим авторитетом, своим возрастом, в конце концов, с точки зрения политики-практики. Вот это как раз стали все стереотики. Да, да. Он надеялся, что поскольку Кеннеди ещё такой необстрелянный, молодой, то он уже такой, имеющий некоторый политический опыт, такой ястреб, он сможет поддавить его и реализовать какие-то свои идеи. Это не прошло. И вот после этого начинает меняться действительно отношение самого Хрущева к Кеннеди. И, конечно, наиболее ярко это передают те послания, которыми они обменивались во время кризиса. Понятно, что это послания плод коллективного творчества, так или иначе. Это не только между Хрущевым и Кеннеди, хотя, как показывает анализ документов, очень часто в условиях сжатого времени, когда времени на принятие решения фактически не было, это действительно были те люди, которые писали сами. И Хрущев, и Кеннеди они обменивались посланиями. В частности, уникальный случай в дипломатической практике, когда эти послания были переданы через радиосвязь, чтобы как можно быстрее они достигли. Да, не дай бог, что-то начнут. И, собственно, именно после Карибского кризиса в практику вошло предложение о том, что необходимо организовать постоянную связь между главами двух государств, так называемый «красный телефон». Потому что, если что-то случается, необходимо, чтобы последствия того, что случилось, никак не превысили скромные возможности руководителей об их государстве. Это же была еще проблема паритета, завоевания паритета, установления паритета в вооружениях. И Хрущев в своих воспоминаниях он пишет, что я хотел бы несколько ослабить позиции Соединенных Штатов в вопросе вооружений. Но, это он так пишет, но это далеко не все. Это далеко не все. То, о чем вы говорите сейчас, ведь раньше ни советское, ни вообще руководство России не сталкивались с проблемами подобного рода. То есть, фактически, Хрущеву необходимо было формулировать в новых исторических и технологических условиях политику огромной державы. Ну, конечно, это делал не только и, может быть, не столько Хрущеву. Ну, я имею в виду, да. Он озвучивал, конечно. У него все-таки был штат достаточно... Страна в целом. Да. Достаточно способных, зрелых и думающих сотрудников. И оставивших мемуары. Да, и оставивших мемуары. Что не было. И ныне, кстати, еще некоторые живы, дай бог им, здоровья, которые могут что-то рассказать, вспомнить. Но, понимаете, вот тут и сама-то Куба была заинтересована. И Фидель Кастро, понимаете, личная заинтересованность тоже, она тут тоже была. А Куба вообще стала третьей силой. То есть, ни США, ни СССР не подозревали, что Куба может быть третьей силой, что она может быть заинтересованной, что она обострит ситуацию 26 октября. Конечно. Из известными событиями. И особенно, когда на плаве Херон потерпела поражение, вот первая попытка Соединенных Штатов Америки ликвидировать режим Кастро. Операция Клута, да. Да, 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 да. Операция. Стало ясно, что вот она третьей силой материализовалась. Кстати, именно после этого провала Далис был снят с поста руководителя ЦРА. Да, не доработал, не досмотрел. Не доработал абсолютно. Ну, конечно, его задачи не выполнил. Но потом-то начинают разрабатываться две абсолютно практически одинаковые, ну, почти одинаковые операции. Операция Матгуста Соединенными Штатами и операция Анадырь Советским Союзом. Но, понимаете, вот интересный момент. До сих пор, кстати, в литературе нет окончательного мнения. А когда Штаты с самого начала узнали, что секретно туда поставляются ракеты, наши ракетные установки, или все-таки действительно к октябрю только встрепенулись? Это очень любопытный действительно момент. Любопытный вопрос. Любопытный и неоднозначный, потому что постоянно летали эти разведчики. Они, так сказать, в динамике видели, что что-то привозят. Но есть ли там, например, ядерный боезаряд, боеголовки у этих ракет, они точно не знали. Более того, вот касательно того, какими методами проводилась политика, еще один любопытный момент. Действительно разрабатывалось тогда Соединенными Штатами очень долго. Подготовка была огромной. Операция Мангуста по дискредитации режима Фиделя Кастро на Кубе. И одновременно подготавливалась... И по окончательному свержению. Да, по окончательному свержению. Да, там были выступления, более 5000 выступлений, подготовлены провокации различные. И покушение на жизнь самого Фиделя Кастро. И покушение многочисленное, да, неоднократное. И вот уже после 14 октября, когда Кеннеди стало известно, что на Кубу завезли советские ракеты, 18 октября он встречался с министром странных дел СССР Громыко. И вот она, реальная политика. Когда они мило беседовали друг с другом, и Громыко заверял Кеннеди о том, что ничего подобного операции о надре не существует, никаких ракет на Кубу мы не завосим, у нас нет никакого наступательного вооружения. В свою очередь, Кеннеди с той же милой улыбкой говорил ему, что мы не планируем абсолютно никаких акций относительно Кубы. Все будет в порядке, мы уважаем суверенитет этого острова свободы. Вот она, реальная политика. Вот ее конкретное применение. Но он, правда, не называл его островом свободы, наверное. Он не называл остров свободы, да. Нет, ну это как, например, называть? Это мы называем. Кубинский кризис, да. А этот остров на Карибах. Да, да, да. Сами кубинцы называют его Октябрьским, да. Скажем, в США его называют Кубинским ракетным, да, и мы так по привычке. Карибским. И еще один момент, который очень важен для понимания того, какие были мнения в советском руководстве, скажем, это когда отправляли генерала Плеева, который руководил контингентом советских войск, на Кубу. Ему Хрущев устно передал приказ о том, что если вдруг будет по каким-то причинам потеряна связь с центром, с Москвой, он сам ответственен нажать условную красную кнопку. Он сам ответственен за это решение. Плеев требовал, чтобы ему дали бумагу, подписанную бумагу. Эта бумага была готова. Изменный приказ, как полагается в армии. Да, да, эта бумага была готова. Она была завизирована, но министр обороны Родион Малиновский отказался ее подписывать. Он отказался ее подписывать. Вот этот момент ответственности за принятие конкретного решения. Хотя позиция Малиновского была очень активной в этом вопросе. Он был сторонником. Да, но тем не менее он не хотел остаться в истории, как человек, который... Да, но он же понимал, что одно дело давить и... Словесно. Да, и получить какие-то дивиденды и карьерные, и кадры разные. Считать совершенно другого уровня. А другое дело ответственности. Ну вот, кстати, тут многое зависело от позиции Хрущева личной. И вот тоже в воспоминаниях есть такие сведения, что когда вот уже на самом завершающем этапе, вот в самой острой фазе этого кризиса Хрущеву подходили и говорили, а может быть нам, так сказать, оттянуть одеяло, перетянуть одеяло на другой сегмент мира и мировой политики, может быть, что-то с западным Берлином предпринять. У Хрущева он просто кричал, вот в воспоминаниях есть, он просто заорал, вы что хотите, мы из одной дыры никак выбраться не можем, вы хотите еще в другую залезть? Вот, то есть тут, конечно, его позиции очень много сыграло, очень большую роль сыграло. Вот, кстати, анализируя документы и мемуары, которые стали появляться, и некоторые архивы открыты, скажем так, сегодня часто смотрят на внешнеполитические какие-то акции через личные мотивы. Ну, иногда это даже и какая-то корысть, и участие в определенных экономических сделках, часто это для западной политики очень характерно. Каковы были мотивы людей, которые принимали внешнеполитическое решение в Советском Союзе в конце 50-х годов? Это партийная солидарность, это партийная дисциплина, это патриотизм в его таком традиционном понимании, то есть защита интересов державы, о чем мы говорили в начале, редкая державность, карьерные интересы. То есть вот дипломат, который принимает такие решения, он вот в этих мотивах всегда живет, он иногда путается, но в конце концов, почему отчасти в стародавние времена дипломатами были аристократы, которые были лишены проблем вот этих меркантильных, личных, карьерных, они были, специально отбирались, каста такая дипломатов, а советская дипломатия она нескольких по таким принципам старалась. Так вот, анализируя документы, все-таки какие выводы можно сделать о людях, которые были ответственны за принятие решений? Они понимали, что они делали? Ну, вы понимаете, решение – решение – решение – рознь. Это же судьбы страны. Есть решение дипломата составить такую-то записку, дать определенные свои взгляды и рекомендации политическому руководству страны? Ну, это хоть тихая передача, что мы их воспринимем еще. Это нормально, но дипломаты именно этим занимались. Вот с моей точки зрения, дипломатический корпус Советского Союза вот в тот период времени был все-таки довольно сильным, довольно сильным. И в Соединенных Штатах Америки, и вот в Венгрии, то есть вот если по критическим точкам мы по этим пойдем, то очень, конечно, мощные посты были. Это сталинская так называемая дипломатия, или это уже несколько обновленный был корпус? Они воспитаны-то были во время Великой Отечественной войны все? А понимаете, дипломат, он с одной стороны политик, потому что он представляет страну в каком-то конкретном государстве. Но с другой стороны, он себя как политик вести не должен. Он не должен. Он и решает, у него есть четкие функции. Четкие функции. Заключение конкретных документов, составление четко определенных аналитических обзоров, организации определенной работы, контактирование с различными организациями органами. То есть они в этом смысле своей практической деятельности, я бы сказала, они вне политики. Вместе с тем, когда политика вторгается, скажем, это было очень ярко заметно на примере того же Карибского кризиса. Или венгерских событий. Или венгерских событий, да. Когда дипломатия просто не знала о реальных шагах советского руководства. А когда представителю ВООН советскому Зорину спрашивали, когда его спрашивал Стивенсон, американский представитель, о том, знаете ли вы о том, что советское руководство завезло ракеты на Кубу, Зорин говорил нет, потому что он действительно абсолютно ничего об этом не знал. И тогда Стивенсон показывал ему фотографию. Вот это вы не знаете? То есть вот этот момент тонких взаимодействий дипломатов с политиками. Это безусловно. От искусства дипломатов в данной ситуации зависело решение иногда жизненно важных вопросов. Да, при том, что они не владели всей полнотой информации. Вот еще что вам. С другой стороны, я не только дипломатов имею в виду, я имею в виду и сотрудников, которые сидели в Москве, не только в аппарате внешнеполитического ведомства. Да, я поняла ваш вопрос. Вот я хочу немножечко продолжить. Вот даже в руководстве Советского Союза, и в партийном руководстве, вообще в государственном руководстве, вот мне представляется, были люди, которые, так сказать, в принципе, все вышли из сталинской шенели-то, все работали со Сталином, но были люди, я бы их назвала, может быть, условно так, люди строгой идеи, ортодокс, вот такой ортодоксальной идеи, и люди, которые, да, привержены идее, но которые мыслили прагматически, которые мыслили прагматически, интересами народа, интересами жизни, обеспечения возможностей выживания в этом мире. И вот мне кажется, Хрущев-то, он как раз отличался от некоторых своих соратников, в частности, от Молотова, от того же Ворошилова, тем, что Хрущев-то больше думал, может быть, вот об этом выживании. Что трудолобая политика придет только к кризису, и рухнет все, грубо говоря. Вообще, идея ли дипломата, это, конечно, какой-то анахронизм, потому что... Ну, я-то сейчас даже не о дипломатах, а о политиках. Да, да. О политиках. Что значит, какой вес имеет идея, приверженность традиционной ортодоксальной идее марксизма-ленинизма, и прежней, так сказать, концепции внешнеполитической деятельности в тех условиях, когда мир-то изменился. А кто при Хрущеве в ЦК КПСС тогда за внешнюю политику отвечал? Угромыков? Нет, там разные, там министр иностранных дел. И причем у них очень разные позиции были. И у Молотова, и у Шипилова. Микоян отвечал за международные говорили. Микоян много ездил. Суслов, серый генерал, как его называли, правда, в грежневские годы. То есть надо пояснить, что внешнеполитические решения в Советском Союзе принимались на основе документов и информации, которые поставляло дипломатическое ведомство. Раз, внешняя разведка, два, военная разведка, три. Партийные структуры, которые были внутри посольства, четыре. Ну, еще там были аналитики, независимые из профильных институтов научно-исследовательских или иных, научного сообщества, скажем так. И все это анализировалось в одном месте. Иногда эти оценки не совпадали. Тут нужно было принимать решения. Вот здесь смелость. Я бы не взяла на себя сейчас миссию сформулировать, каков механизм принятия политических решений, в том числе и каких. Это в мемуарах вряд ли написано. И в мемуарах, да и даже в документах. Даже из упоминания. Потому что документы еще... Только по решению можно догадываться. Да, можно догадываться. Поэтому, понимаете, чтобы не догадываться, я бы на себя просто вот эту формулировку не взяла. Мы можем констатировать, что люди, которые, вот в частности министры иностранных дел, они очень по-разному подходили к различным иногда родственным вопросам. Вот Шипилов, министр иностранных дел, да, он мог быть вполне прагматиком, но в то же время известен такой документ, как ультиматум Шипилова. Вот. То есть тоже мог вести себя ультимативно. Это что имеется в виду, кстати? Что имеется в виду? Это по поводу событий в странах народной демократии, связанных с ГДР, Венгрией и Польшей. Вот. Но это уже 56-57 годы. Это вот это время. Вот. А Молотов, Вячеслав Михайлович, но вот мне представляется, что он человек более ортодоксальный и более твердый, скажем так. Более идейный. Человек твердой линии. Вот. Суслов, он, конечно, тоже человек твердой линии, но он открыток... Мы что имеем в виду? Мы имеем в виду, ну, если, так сказать, большевистские годы посмотреть, это экспорт революции фактически. Продвижение идей социализма в данном случае и навязывание социализма сначала ближним, потом дальним. Безусловно. Когда существовал Коминтерн, все было ясно. Это всемирная коммунистическая партия, тенденция к образованию всемирной социалистической республики. Упрощенное понимание. Отсюда. Да. Ну, такова концепция была. Это часть концепции. Там был, кстати, второй этаж. Почему вот некоторые исследователи западные, они называют нашу внешнюю политику двухэтажной. Айсбергом. То, что видно и то, что не видно. Ставка, с одной стороны, на заключение взаимовыгодных соглашений и сотрудничества, а с другой стороны, ставка на разложение изнутри, через рабочий класс и те организации, которые близки к ВКПБ или КПСС, империализма изнутри. Вот он, этот айсберг. После Второй мировой войны все очень изменилось. Сама война была признана не являющейся фатальной неизбежностью на пути торжества социализма и пути к коммунизму. Кстати, это вызвало вот эти выводы Хрущева, а они не такие, кстати, радикальные. Это вот выводы 20-го съезда, да, они обозначены там, а затем закреплены и развиты там в программе партии. Но это выводы все-таки более сглаженные, нежели, например, те, которые делались в документах, связанных с визитом Хрущева в Югославию. Ведь там была очень серьезная, до 20-го, в середине 50-х годов. Когда я занимался Югославией, я карикатуру такую видел, значит, тита с топором, там кровь капает. А следующая, ну, это книжка определенных, а следующая была, значит, частушка. Дорогой товарищ Тита, ты теперь нам друг и брат, как сказал теперь Никита, ты ни в чем не виноват. Иосиф Брос Тита, президент Югославии с 1953 года, маршал, дважды народный герой Югославии. В 1920 году вступил в Коммунистическую партию Югославии. С 1934 работал в руководстве партии и коминтерне. В декабре 1937 возглавил Коммунистическую партию Югославии. С 1952 генеральный секретарь партии, затем председатель Союза коммунистов Югославии. Во время народно-освободительной войны в Югославии, верховный главнокомандующий народно-освободительной армии. С 1945 по 1963 возглавлял правительство Югославии. После разрыва в 1948 году межгосударственных и межпартийных связей с СССР, Тита противостоял идеологическому и политическому давлению Советского Союза и выдвигал собственную модель социалистического общества. Как раз Югославия – один из тоже таких показателей, но более тонких. Там не было вот такого жесткого, жестких событий, как в ГДР, как в Венгрии. А благодаря вот этим подходам, кстати, фактически там признали все и извинились. Либерализация. Хотя Тита, сам Тита – это отдельно не прочитанная еще книга, особенно времен репрессий из мета «Голого отака», это «Голый остров», так называемый, где содержались противники режима, часть из которых была уничтожена. Кстати, много было… Это к вопросу о личности. Да-да-да, много погибло, в том числе и представителей русской эмиграции, священства, кстати, белого офицерства, офицерства королевского, так называемых четников, которые воевали с Гитлером с монархических позиций. Очень все сложно. И, кстати, почему мы еще в нашей программе так детально говорим о народных демократиях, потому что тема народных демократий, особенно таких стран, как Югославия, Болгария, там еще есть много интересного, там Греция, например, тоже очень тонкие темы, они, как правило, на периферии общественного внимания. И только сейчас постепенно историки возвращаются к этим точкам, которые более мозаичную картину дают понимание всемирной истории 50-х, 60-х годов. Собственно, да, можно брать такую упрощенную биполярную систему, можно брать, скажем, движение неприсоединения, которое появилось в 60-е годы, как реальную силу, как некоторую идеологию, в конце концов, в которую в движение входила Индия, та же Югославия. То есть, это тоже некоторая идеология, страны, которые не собирались примыкать ни к одному, ни к социалистическому, ни к капиталистическому. Вот здесь у меня интересный вопрос, тоже возвращаясь к Тита. Тита, когда был вместе с Неру и Нассером, основателем движения неприсоединения, он что сделал? Потом это обсуждалось, когда развал Югославии случился. Он создал мощнейшую индустрию по производству оружия. И снабжал вот эти страны третьего мира югославским высококачественными вооружениями. И получается так, что там были прагматичные соображения. А мы, когда обсуждаем внешнюю политику Советского Союза, в том числе хрущевского времени, говорим об идеях, о продвижении, значит, лозунгов коммунизма, бюровое социалистическое движение, поддержка партий. А извините, а кто за это за всё платит? Вот это очень интересный вопрос. С той стороны, там борьба за рынки сбыта, за сырьевые источники. Деколонизация, она внешне только имела, конечно, свои принципы и ручки. А влияние-то осталось? Конечно. Прагма, вообще прагматизм, это тоже к вопросу о средствах борьбы за своё. В том числе за всё надо платить. И Советский Союз платил, когда он боролся за ГДР, когда боролся за Польшу, когда боролся за Венгрию. За Кубу, за страны Третьего мира, конечно. А потом и Ближневосточный кризис, когда строительство Суанской плотины. Тут же Суэцкий. Да, конечно, конечно. А все так действовали, собственно, Англия, Франция. Вот я говорю, это очень такие родственные шаги-то, в принципе. За друзей из Третьего мира нужно платить. Да, платить. Платить много. А, кстати, ведь очень большая проблема с Китайской народной республикой. Ведь проблема сталинизма и десталинизации. Вообще проблема культа личности. Ну, вот как некоторые исследователи говорят. Да, Никита Сергеевич, конечно, очень много хорошего сделал. В смысле там десталинизации, но лично там инициировал. Но породило очень много проблем. И в частности с Китаем на долгие-долгие годы, даже десятилетия. И ведь Китай не принял. И в Китае стали составляться документы. Там тоже аналитическая работа очень большая была. И Мао Цзэдун озвучивал свое мнение о степени вины Сталина. Он считал, что национальная политика Сталина в целом была правильная. Ну, а что? А это издержки. Причем он даже статистику дал. 70% приблизительно Сталин делал правильно. А вот 30% где-то можно отнести к его ошибкам. Ну, там еще можно сказать, что другим фактором, так сказать, большой обиды Китая на СССР как раз было то, что СССР не торопился передавать ядерные секреты Китаю. Это тоже было очень важным. Вот. Вот. Это проблема заинтересованности. И по принципу дадите, мы подумаем. А не дадите, мы подумаем по-другому. Мы подумаем подольше. Конечно. Либо вообще подумаем по-другому, да. И вот 60-й год, Международное совещание коммунистических и рабочих партий, ведь там как раз эти проблемы взаимоотношений с Компартией Китая вставали. Но, правда, вот тоже интересный вопрос. О Югославии и Китае. И вот о подходе Советского Союза к проблемам взаимоотношений между КПСС и Союзом коммунистов Югославии и отношений КПСС с Компартией Китая. В партийных документах, кстати, там четко было политика по отношению к западным странам, к третьему миру, социалистическому лагерю, отдельно Китаю, отдельно Югославии. Но если мы посмотрим этот документ, там выражения совершенно разные. И если в отношении Китая, ну да, там несогласие с тем-то, с тем-то, с тем-то выражается, но в отношении Югославии, ну, там записано, что Югославия не идет, а вихляет по пути к социализму. Ну, как вам это нравится? В общем, это тоже определенное, так сказать, позволение себе так сказать. А терминология дискурса, она вот как раз в политике очень важна, она предельно важна, и никогда ничего в политике не говорится просто так. Скажем, когда Кеннеди объявляет не блокаду, кубе, заметь, а карантин, типичный медицинский такой термин, чтобы зараза не распространялась, это не то, что вот это объяснение, что раз это карантин, то мы только военные не будем пропускать СДД. Здесь все имеет значение, это как раз очень показательный пример с документами. И действительно, когда мы смотрим документы, то они очень четко иллюстрируют совершенно разные отношения и совершенно разные подходы к взаимоотношениям с разными странами. Сегодня, когда пересматриваются или такие спокойные историки без излишнего национализма начинают осмысливать деятельность собственных рабочих коммунистических партий в странах народной демократии, когда уже не освободили, ну, как так, освободились, шутки по этому поводу разные существуют. Вот в Венгрии, в частности, то, что делал Яна Шкадр в сравнении с другими лидерами, очень спокойно оценивается, ведь к нему отношение было нормально. Это судили в ГДР Хонекера, а, значит, Чушеску уперу расстреляли, значит, Живков, там судебный процесс был. У Яна Шкадра так, в общем-то, лояльно относительно. А вообще ведь сложная фигура, сложная, очень сложная. И даже не просто неоднозначная, даже не двузначная фигура. Конечно, видите, а потому что очень сложная ситуация была. И вот мы видим проблему осмысления борьбы с культом личности. Все это завязано на конкретную личность конкретного руководителя. И вот как только стали осмысливать, то в ГДР мы сталкиваемся, что Ульбрихт держит курс на ускоренное по стране социализма. Пришлось даже принимать специальный документ в Москве о рекомендациях руководству Германской Демократической Республики в связи с конкретной ситуацией там, когда вспыхнули многотысячные выступления в Германии. И пригласили германское руководство в Москву, чтобы ознакомить их со своим мнением и с рекомендациями. И была Польша, когда после смерти Берута приходят к руководству представители такого центристского направления, ставится вопрос о реабилитации Гамулки, а затем Гамулка входит в руководство Польской Объединенной Рабочей Партии. Это уже признание, во-первых, о неверности или ошибочности оценок по отношению к тому же Гамулке. По факту, по факту. А в принципе, на какие проблемы это выходит? Это выходит на вообще политические оценки, что считать правым, что считать левым, что считать истинным путем к социализму. И поэтому, конечно, 20-й съезд, сделав вывод о разнообразии путей перехода к социализму, это, конечно, с одной стороны означало признание реалий жизни, то есть это поворот к жизни. А во-вторых, попытку советского руководства построить свою внешнюю политику в реальной конкретике. Понимал Хрущев или догадывался ли он, это известная его шутка, продогоним и перегоним, что лучше догонять, но обгонять не надо, а то увидят не то. Сколько стоит Советскому Союзу и трудящимся вот эта внешнеполитическая активность, доктрина, которую они провозгласили? Не надорвемся ли мы? А вот памятник, кажется, неизвестного отвечает на этот вопрос, понимаете? Да, с одной стороны, прагматик, но с другой стороны, конечно, знал, и подсчеты эти были, но очень хотелось. Ну да, это всегда некоторая двойственность, которую, с одной стороны, мы видим в памятнике, кажется, неизвестному, а с другой стороны, эта двойственность проходила красной нитью через всю советскую политику, это некоторая традиция, скажем, вот даже то, что у нас на 20-м съезде случилось, когда фактически были предоставлены альтернативные пути развития социализма, это ведь тоже могло пониматься по-разному. Здесь важно было держать в уме, что все это должно происходить при руководящей роли партии. Причем не абы какой партии, и далеко не национальной партии, а партии Коммунистической Советского Союза. Какие бы альтернативные пути социализма не имелись в виду в данной ситуации. И вот эта двойственность, она всегда была одним из принципов. Да, конечно, Хрущев знал, чего стоит эта гонка вооружений и борьба за приоритеты. Но, а потом, господи, до самой семилеткой эти проблемы, он знал и проблемы. Но ведь известно, что когда готовилась программа партии, ведь по настоянию Хрущева туда были внесены выкладки о темпах развития Советского Союза и Америки. Другое дело, что, понимаете, как в народе говорят, если факты не стыкуются с действительностью, тем хуже для фактов. Можно взять в рамках одной пятилетки или одной десятилетки и проанализировать, и посмотреть главные основы. То есть тут не экономическое, конечно, мышление. Но меня-то удивляет, да нет, не удивляет, но тут возникает другой вопрос. Понятно, раз первое лицо сказала, надо, значит, так оно и быть. Так же, как и впоследствии с Леонидом Ильичем Брежневым, Брежневым развитой социализм. Так и тут. Вот, но экономисты-то ему-то кулуарно должны были объяснить. Вот Нина Петровна Хрущева Трояновскому как-то сказал, ну что же вы Никите Сергеевичу не делаете замечания, когда он там какие-то слова говорит неправильно. Как раз феноменничество бесполезно. Простите, было же указано. Ну, хорошо, одно дело бесполезно, а другое дело говорить. Вот, ну что, не донесли до его сознания, либо это было бесполезно. История умалчивает об этом, но так или иначе мы знаем, вот эти цифры были туда помещены. Завершающая тема нашей беседы, когда он стал понимать, что он не просто руководитель страны или первый секретарь, вот, что он мировой лидер, какое место он отводил себе вот в этой мировой системе, в мировой истории фактически, он же тоже понимал, кем он может остаться в истории, будучи не очень хорошо образованным человеком, со всей его биографией, со всем наследием и со всеми комплексами. Ну, с точки зрения классического образования, знаний. Да, да, да. И со всеми комплексами, которые были порождены в сталинской системе, эти унижения и грязь, и кровь, и через что он там прошел. И с умением выживать и укладываться в систему, адаптироваться. И вот перед ним вот эта огромная камеровая карта, и он может двигаться и ракетами, и войсками, и космическими аппаратами и влиять. У него не было соблазнов позиционировать себя как некого миротворца или лидера, или сверхлидера, или все-таки он пытался, главное, удержаться, выжить, как вы сказали. Я не думаю, что он пытался удержаться, допустим, у власти. Он, безусловно, с определенного момента чувствовал себя очень прочно у власти. Очень прочно. И вот есть даже в литературе такое мнение, что, возможно, он поэтому и просмотрел допуск, так сказать, к власти людей, которых он оценивал исключительно преданными себе. Ведь он же тоже оценивал в значительной степени людей по принципу личной преданности. Ну, тот же Серов, например, крупнейшая ошибка. Конечно, конечно. Конечно, возможно, он уже, так сказать, не объективно оценивал свои перспективы. Даже, может быть, не свои перспективы, а способности и возможности других занять вот это первое кресло. Мне представляется, что такое было. Ну, а с точки зрения господства в мире, ну, вы знаете, он, конечно, очень яркая личность. И мне кажется, в этом его импульсивность. Он действовал в каждый конкретный момент, сообразуясь со своим пониманием ситуации, со своей натурой безусловно. И в значительной степени основываясь, конечно, и на свои знания, жизненные опыты, на знания ситуации, понимания и на аналитику. Да, то есть, если он заблуждался, то делал это очень искренне. Я не думаю, что у него какие-то были мысли. Ну, мне вот так представляется этот человек, что он не думал, займу я там первое место или второе место. Нет, но при этом он себя определенно позиционировал как мировой лидер. Да. Это следует из его поведения. Как лидер социалистической системы, безусловно. Кстати, у меня стало впечатление, что, ну, так это личное, конечно, мнение, что, а может быть, другого варианта управления или контроля за внешним политическим курсом страны после Сталина вряд ли можно было бы предположить. Как-то вот оно пошло методом проб и ошибок, потому что реалии, с которыми столкнулось советское руководство с его партийными подходами, они были, ну, беспрецедентными. Понимаете, это, по-моему, из разряда того, что человек предполагает, а Бог располагает. И, в принципе, история свидетельствует о том, что в любые переломные моменты, к сожалению, идёт не так, как надо. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Я ещё раз благодарю вас. А с вами, уважаемые зрители, мы, как всегда, встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова